Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 26 мая день Гликерии, назван в честь святой мученицы Гликерии, на одном из языческих праздников она смело стала обличать в идолопоклонстве, а затем разрушила их капище с помощью молитвы, за это ее повесили за волосы на мучилищном дереве и строгали железными ногтями тело, потом били в лицо, бросали в раскаленную печь, но ничего не повредило. Ангел исцелил ее, восстановил ее кожу, содранную мучителями, так что на лице святой не было видно совершенно никаких ран. Старину этому дню народ дал разное название, Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лукша. Продолжался благоприятный период для сбора целебных травм, продолжались работы и в поле. К этому времени появлялись комары. В народе существовало очень много добрых примет, связанных с комарами. Например, сегодня их нельзя было убивать, чтобы не явилось еще больше. Приметы. Если на Лукерию комары появились, значит хорошая погода прочно установилась. Обилие комаров к обилию грибов. Комаров нет, значит в мае дождей не будет. Если комары крупные, год будет очень удачным. Леонид Коротков на видос «Чистка печени» любопытным не смотри. Спасибо вам за видео. Не могу сбросить вес. Сейчас 130 килл. Был 142 год назад. А 10 лет назад весил 102 кг, рост 179 кг, мне 41 год. Вес уходит только когда сижу на одной воде несколько дней. Вот решил почистить печень и начал вас искать. Оказывается у вас есть канал, подписался. Вот буду заниматься сначала печенью, буду оздоравливаться на ваших советах. Спасибо вам большое за ваши советы. Для того, чтобы сбросить вес, не обязательно, знаете, вот что-то там такое, вот жестко там голодать, сидеть на одной воде и так далее, и тому подобное. Очень важно опять-таки разобраться со своим образом жизни. Что, что у вас такое имеется в образе жизни, в результате чего вы набираете вес. И вот смотрите, я вам так подскажу. Если вы будете вставать в 6 часов утра, это уже будет способствовать тому, и не ложиться в течение дня на обеденный период и так далее. Вот в 6 часов утра вы как штык встаете, контрастный душик, и ложитесь, грубо говоря, в 10 часов. Уже это будет способствовать некой нормализации работы вашего организма. А раз идет нормализация, значит и вес будет нормализоваться. Далее. О двигательной активности ничего не сказано, сказано только о еде. Надо, чтобы была двигательная активность. Двигательная активность, причем, должна быть достаточная. Это, возможно, даже не час прогулка, а это, возможно, 3 часа прогулки. То есть, грубо говоря, полтора часа где-то там с утра, полтора часа вечером, чтобы у вас была нагрузка физическая, которая способствует нормализации. Далее. Что вы там едите такого, как вы едите, что вас раздувает? Пища должна быть в первую очередь, раздельное питание должно быть, правильное потребление пищевых этих продуктов. Питание, возможно, вот человек может наедаться вечером на ночь, и у него там растет этот вес. Питание, значит, дробное должно быть, раздельное, раза 4, а то 5 в течение дня, маленькими порциями. И все это приводит к тому, что человек начинает входить в свою норму, в свои физические параметры, то есть, тройнеть начинает. Плюс подбор продуктов. Если вы там используете, грубо говоря, салатики, цельные кашки, там, салатики, там, тушеное овощи, там, мясцо, невестовое, то у вас все будет нормально. Будет нормализация массы тела требует от человека самодисциплины, самоконтроля и работы со своим образом жизни. Если же вы, вот знаете, садитесь на диету, там, сели, а потом с нее слезли, толку не будет. Сбрасывая 10 килограмм веса на диете, той или иной, вы потом набираете, когда все это дело забыли, килограмм 20, а то и 30 сверху. А если вы разберетесь, да все у вас будет нормально. Все будет нормально. Но для этого, для этого, не столько там, допустим, и печень надо там чистить, вот за счет разовых там процедур, а просто-напросто опять-таки разумное отношение к своему организму. Вот вначале очень хорошо будет способствовать это то, что человек сделает курс клизма чистительных, выгребит всякую ерунду, потому что бывает так, что вес держится из-за того, что много шлаков. И для того, чтобы эти шлаки были в каком-то, знаете, более-менее растворенном состоянии, а не концентрированном, организм просто держит воды много. Как только шлаки уходят, и вода следом уходит. То есть вес водяной какой-то получается. Вот. Значит, клизмы раз, потом чистку печени, правильно, да, чистка печени для того, чтобы нормализовать все виды обмена. Нормализовать. Но все это дело. И, как правило, это будет способствовать тому, что килл 10-15 может слететь. Далее, надо это все закрепить, закрепить вот с помощью того, что я вам сказал. Это распоряд огня, раньше вставать. Это, значит, как правило, физическая активность достаточно. Это питание, дробное питание, раздельное питание. Оно же, смотрите, дробное, то есть 5, а то есть 6 раз в день, дробное, раздельное, то есть за раз едаете одну пищу, а не кучу там каких-то это самое, жидкости, до еды. И все пойдет на лад. То есть все это нормализуется. Легко и просто, если понимать как. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про. Доброго здоровьица и до новых встреч!